Всем привет, мои хорошие! Вот и наступил мой пенсионный возраст. 55,5 лет. Все, кто моего года, идут на пенсию. Я сейчас приехала на Хечевань. Тут у нас пенсионный находится. И сейчас пойду туда оформлять пенсию, писать заявление. Документы я уже предварительно сдала. Еще год назад все документы сдала. То есть там матрица, сказали, уже готова. Только нужно взять паспорт с собой, СНИЛС, в общем-то, и все. Ну и реквизиты банка, куда будет поступать пенсия. Кстати, для этого мне специально пришлось открыть карту МИР, Сбербанк. Карта МИР, вот только на нее пенсия идет. Ну и ничего, меня это устраивает. Ладно, пошла я, девчата, внутрь. Посмотрим, что у нас там дальше. Девочки, хорошо, что я документы сдала еще год назад. И я за две недели позвонила. Нужно было еще раньше позвонить и попросила, чтобы меня записали по электронной очереди. Там сейчас еще перерыв. Но там такая очередь сидеть за этими талонами. В общем, все это не так-то просто. Ну я знаю, что это волопит. В общем, на руке там человек 30 сидит. Ну пойду, у меня уже номерок колонна есть. Когда там вызовут. Ну назначили время, по времени пришла. Даже чуть-чуть раньше. И потом расскажу, что там. Фу, девочки, я вышла с пенсионного. Блин, там такая очередь. Мне прям повезло, что я записалась, во-первых, по телефону. Я пришла сразу к своему времени. И меня позвали. Я зашла. Все, села. Полчаса. Но это у меня матрица была готова. Бумажки все уже заранее собраны. То есть там вообще никаких проблем. Паспорт СНИЛС принесла. И что? И реквизиты принесла карты Сбербанка. Мир. Все. Она кормила, пока она оформляла. Мы еще так душевно с ней поболтали. Вообще обычно в таких заведениях такие противные тетки сидят. Злые. Ну понятно, нервируют люди там. Хотя это не оправдывает, конечно, грубость, но обычно очень грубые люди там работают. В общем, мне повезло. Все нормально. Уже пенсия мне должна уже через месяц поступить. Будем ждать. Всем привет, мои хорошие. Не снимала видео уже вот несколько дней. Я заболела. Но пока я болела, ничего не хотела снимать. Я вообще не хотела, чтобы вы меня видели в ужасном состоянии. Потом подумала и решила, что, наверное, надо вас тоже вот как бы немножко предупредить, обезопасить, чтобы вы не делали таких ошибок, которые сделала я. Короче говоря. Аллергический ренит. Дело в том, что я не думала о том, что аллергический ренит у меня. Я не знаю, о чем я думала, честно говоря. У меня заложенность носа началась еще в начале июля. Я три месяца капала сосудосуживающие капли, чтобы хоть как-то нос дышал. Не знаю. Я оттягивала время идти к врачу. Надо было давно обратиться к врачу. Но если бы я вот узнала, что вот могут уже такие быть последствия, то я бы, конечно, аж бегом побежала бы. Короче говоря. Надоело мне капать нос. И я уже дочке говорю, давай записывай меня к своему лору, к хорошему врачу. Пусть уже что-то делают, потому что уже надоело нос закапывать. Закапывала тизин, отревин, там еще что-то. В общем, все, что есть там сосудосуживающие три раза в день. Потому что на несколько часов хватало, а потом опять начинается заложенность. В общем, короче говоря, записала она меня к врачу. И на тот момент, когда я уже к врачу собралась идти, у меня еще добавилась простуда. То есть нос заложен, еще и течет. В общем, короче, к врачу я пришла. Она говорит, зачем же вы так запустили? У вас аллергический ренит. Она вообще спросила, аллергия была или нет. Но я говорю, у меня вообще-то была аллергия, не знаю на что. Она у меня проявлялась в виде как бы сыпь, там крапивница, отек был вот как-то еще давно. Но я не знаю на что. Так и не выявилось на что. Один раз вообще как-то мне капельницу ставили. Очень сильное было вот это вот все проявление. Ну, в общем, короче, я не знаю. Заложенность носа я почему-то не подумала, что это аллергия. Потому что аллергия, она у меня обычно кожной сыпью усыпает. Ну, оказалось, что так. Ну, как бы подумали, примерно прикинули, что это, скорее всего, наверное, на какое-то цветение. Но для того, чтобы выявить на что именно, это нужно там какие-то тесты проходить. Они дорогостоящие. В общем, смысл... Я не вижу смысла в этом. Потому что от того, что я узнаю на какое цветение, ну, как бы мне это ничего не изменит. Я не уеду в другие места, где этого цветения нет. Я здесь живу, там буду жить. Ну, в общем, короче, пришла я к врачу. Она говорит, категорически запрещаю вам капать нос вообще. Вот эти капли все уберите, и вам нужно перетерпеть. Но у меня еще добавился медикаментозный ренит. То есть, так уже как привыкание пошло, да. Слизистая, в общем, она как бы уже другая стала, не такая, как должна быть. В общем, запретила. Но так как у меня еще и добавилась простуда, то есть нос заложила, и течет, и, в общем, все вытекающие неприятные последствия. Она говорит, она прописала мне капли, она говорит, ну, они только начинают действовать где-то там на пятый-седьмой день. То есть, первое время нужно перетерпеть. А капли назанекс, это гормональные противовоспалительные, что ли, вот капли. Там их надо первую неделю капать два раза в день, а потом вторую неделю один раз в день. Мометазон. Она говорит, чтобы облегчить вам состояние, я могу вам просто три процедурки хотя бы пройдите. Это УЗО. УЗО – это ультразвуковое орошение. То есть, такая трубка, в нос ее вставляют, и с ультразвуком поступает какое-то лекарство противовоспалительное, и промывается одна половинка-две минуты, потом вторая половинка-две минуты. Ну, в общем-ка, я вчера уже сделала третью процедуру, и уже благодаря… Ну, после первой процедуры, вообще, я ужасно еще себя чувствовала. Ну, после третьей вообще уже нос уже как бы дышит, еще заложенность чувствуется, но уже дышать могу. А что со мной было первый вечер, когда уже после врача я пришла, у меня вообще заложило нос, капать нельзя. Я вообще заложила так, что вообще не могла дышать, и тут мне захотелось покушать. И я понимаю, что я дышу ртом, а мне же ртом нужно и глотать. И вот вы можете попробовать нос вот так вот заткнуть нос и сделать глоток? То есть, вы понимаете, что происходит, да? Вообще, я не могла есть, не могла пить, но кое-как там что-то, что-то туда как-то пропустила, боялась даже задохнуться, поперхнуться и… Ужас! В общем, короче, легла спать, и спать надо, чтобы приподнята голова была. В общем, на двух подушках я, полусидя, полулежа, как-то пыталась дремать. Ночью я просыпалась часто, ночью, во-первых, жар у меня был. Я температуру не мерила, но я чувствовала, что температура поднялась, она не критическая, поэтому я не вставала ее мерить, и сил не было вставать. В общем, кое-как до утра, утром я уже проснулась, я уже чувствую, что у меня чуть-чуть нос дышит, но уже чуть-чуть дышит, это уже просто хорошее облегчение. Но я померила утром температуру, было 37,7. Кстати, когда я к врачу пошла на первый прием, вот тогда утром я померила давление и температуру. У меня температура была еще нормальная, давление было повышенным, потому что я до 2 часов дня уже 4 раза закапала нос тезином. Хотелось дышать, нос уже не дышал, и это уже слишком много. Может быть, этими каплями сосудосуживающими я себе давление подняла, хотя у меня вообще природное давление понижено. Ну, в общем, переживая как-то вот этот первый день заболевания, у меня просто добавилась простуда к моему заложенности носа, и вот это просто я думала, что я умру, вообще плохо себя чувствовала. Ну, слава богу, что все позади, сейчас я себя чувствую получше. Ну, уже иду на выздоровление, лечусь, в общем-то, процедурки прошла, они действительно дыхание облегчили, нос хоть как-то уже дышит. Ну, а сейчас вот это вот пролонгированное действие, вот этот назанекс, капаю, и уже потом на прием. Спустя 2 недели вот этого лечения на прием уже я записалась к врачу, уже посмотрим, что дальше будем делать. Поэтому хочу вас предостеречь, если у кого-то длительная заложенность носа, если у вас есть какие-то предположения, что это может быть аллергического характера на что-либо, на что угодно, нельзя закапывать нос больше недели, потому что уже тогда к аллергическому рениту добавляется медикаментозный ренит. Это будет еще сложнее потом лечить. И не дай бог на это все наложится простуда, это тогда просто караул кричит. Поэтому не откладывая, идите к врачу и лечите этот свой аллергический ренит. Есть специальные средства, капли, ну, по крайней мере, я так понимаю, что вот это вот капли в нос, это как раз вот этот назанекс мне прописали, это идет как раз от аллергического ренита, и может быть еще какие-то другие средства. Кстати, вот эти капли, они очень дорогие, они там 900 с чем-то рублей стоят. Но уже, честно говоря, когда себя очень плохо чувствуешь, уже готов, я не знаю, все что угодно отдать, только чтобы облегчить свое состояние. Поэтому, мои дорогие, не делайте таких ошибок, какую сделала я, и я вот это снимаю видео специально для того, чтобы у вас попасть и речь. Не болейте, будьте здоровы. Вот это видео, оно выходит позже, чем вообще обычно я выпускаю видео, но, тем не менее, я все-таки решила его выпустить, пусть оно будет коротеньким, но, тем не менее, хочу вас все-таки предостеречь. Ну, на этом я видео свое заканчиваю. Кто был со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok